Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш курс лекции по изучению псалтыри. Это, как и другие лекции, проводится у нас совместно с порталом экзегет.ру и соответствующие записи вы сможете в последующем увидеть на этом сайте. Итак, Псалом 17. Псалом 17 – это благодарственный гимн царя задержанной победы. Историческое примечание в надписании этого псалма – Давида, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. Подтверждается самим содержанием, описывающим спасение у злых врагов. Бог покорил народы под ноги царя и проявляет милость к своему помазаннику и его потомкам. Только царь мог называть себя главой нации, как это мы слышим в 44 стихе Псалма. И заявлять, что иноплеменники заискивают пред ним. Интересно, что во второй книге царств содержится текст, близкий по содержанию к 18-му псалму. Оба источника – Псалом и первая книга Самуила – ссылаются на Давида. Поясню, в международной литературе первая, вторая книги царств называются первой и второй книгой Самуила. Поэтому, когда я буду говорить «книга царств» и «книга Самуила», воспринимайте это как синонимы. Из содержания текста Псалма не вытекает никаких нюансов, которые бы оспаривали авторство Давида. В то же время игра слов «Саул», «Шеол» в заголовке, а также последующие ссылки на узы смерти говорят нам о том, что перед нами текст с двойным уровнем понимания, буквально историческим и духовным. «Страшно впасть в руки врагов, но еще страшнее попасть в сети смерти». Один из аккадских псалмов имеет похожий заголовок, цитирую русский перевод. «С того дня, как ты избавил меня от уст смерти». Эта фраза «уста смерти» является центром для духовного понимания давнего Псалма. Псалм 17 является одним из самых длинных в Псалтире, 51 стих по Русской Библии. Он наполнен драматическими картинами и сильными эмоциями. Автор начинает с выражения своей любви к крепкому Богу и тут же с помощью метафор показывает, кем для него Бог является. Твердыня, скала, щит, рог спасения, убежище. Затем приводятся иллюстрации, как Бог спасал героя во время бедствий. Сначала в общих чертах описываются те ужасные ситуации, в которых он оказался. Его окружили муки смертные, опутали цепи ада. Он попался в сети смерти. Но когда из тесноты своей он возвал к Богу, тот наклонил небеса и сошел на землю в полноте своей славы, летя на крыльях ветра в сопровождении херувимов. От движения его затряслись горы, раступились облака, из уст его повалили огонь и дым, от голоса его град и угли огненные, от гневного дуновения его открылись источники вод и основания вселенной. Всевышний протянул руку и вытянул героя из вод многих, избавил от сильных врагов и привел в безопасное место. В пространных словах псалмопевец описывает, чем же он заслужил милость от Бога. Он был правдив, хранил пути Господни и не отступал от заповедей его, ходил непорочно и остерегался, чтобы не согрешить. Бог воздает ему по справедливости. С милостивым он всегда милостив, а с лукавыми людьми он всегда поступает по лукавству их. Далее псалмопевец восхваляет Бога за то, что он подготовил его к войне, дал ему победу над своими военными и политическими врагами, наделил его господством над иноземными народами. Последние пять стихов – это гимн благодарности Богу, спасающему помазанника Давида и его потомков. А теперь давайте более подробно посмотрим стих за стихом. Стих первый. Псалмопевец начинает свой рассказ утверждением своей любви к Господу. «Возлюблю тебя». Термин «любить» в других местах Библии используется преимущественно, употребленный здесь, собственно, термин «любить», используется в других местах Библии по преимуществу для обозначения сострадания, сочувствия, милосердия. Бог в первом стихе называется «силой», «крепостью». Явление силы Божьей в минуту опасности стало причиной таких чувств псалмопевца к Богу. Какие неприятности произошли в прошлом и как Бог отреагировал на зов псалмопевца, все это объясняется в последующих стихах. Во втором-третьем стихах содержится ряд метафор, которые характеризуют явление силы Божьей в покровительстве над псалмопевцем. В первую очередь Бог показал себя как твердыня, образ камня, камень-твердыня. Это не просто твердый предмет, который можно переставлять с места на место. Бог — это буквально отвесная скала, в которой автор псалма может найти убежище. Возможно, речь идет о пещере в расщелине скал или горной крепости, где можно спрятаться от преследования врагов. Есть много параллелей к этому в книгах царств. Возможно, что тот факт, что Давид искал убежище от Саула в таких естественных укреплениях, как скалы, ущелья, помогает объяснить историческое примечание в надписании псалма, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. Следующая метафора использует популярный образ из других псалмов, называя Бога щитом. Далее автор провозглашает Бога рогом спасения своего. Если о щите мы уже говорили в предшествующих наших встречах, то сейчас попробуем подробнее остановиться на том, что же здесь такое можно понимать под понятием «рог». Термин «рог» в Ветхом Завете имеет ряд прямых и переносных значений. В буквальном смысле «рог» — это острый, торчащий, костный вырост на черепе некоторых млекопитающих. «Рога». Рога есть у вала, барана или козла. Это же слово могло использоваться для обозначения в целом кости, например, слоновой кости. Из рога животного могли изготавливаться музыкальные инструменты в виде изогнутой трубы с расширяющимся концом. Такая труба могла издавать звук только одного тона. Или из рога животного мог изготавливаться сосуд, например, для вина, для каких-то пиршевств, или для священного елея, который использовался для священодействий в храме. Выступы по краям жертвенника также назывались рогами. Если кто-то из обвиняемых спасался бегством, особенно если он подозревался в убийстве, то такой подозреваемый мог прибежать в Скинию и ухватиться за роги алтаря, что обещало беглецу надежду на спасение от смерти, но по меньшей мере какое-то судебное разбирательство от Мстителя. Ну, прежде чем Мститель убьет его. По книге Аввакума рогу мог уподобляться солнечный свет, проблеск зари восходящего солнца из-за горной вершины. По Исае сама горная вершина могла называться рогом. В переносном значении. Рог мог символизировать силу, могущество. Образ рога как мощного оружия против рога, конечно, берется из природы. Мощными рогами вол или единорог сражаются и побеждают. У каждого народа, включая Израиль, словно имеется свой рог. Этот образ мы встречаем в книгах царств, в псалмах, в порочствах из Гииля, в плаче Иеремии. Роги нечестивых противоставляются рогам праведника. Четыре рога по книге Захарии – это полнота мощи силы Божией над народной земли. Когда Бог возносит рог кого-либо, Он дает ему силу, укрепляет мощь. Среди таких праведников, рог которых возносит Бог, по именам перечисляются, например, Анна, мать пророка Самуила, и, конечно, сам царь Давид. Наконец, псалмопевец объясняет, объявляет, что Бог – его убежище. Данным словом могло обозначаться, как я уже говорил, убежище, например, на вершине неприступных скал или сами высокие крепостные стены. В четвертом, шестом стихах, как и в иных благодарственных псалмах, поэт вспоминает свои прежние проблемы и то, как Бог вмешался, чтобы его спасти. Стих четвертый начинается со счастливого конца. Псалмопевец призывал Бога в молитве, в разгар своей борьбы, и в результате Бог спас его от врагов. Следующие стихи описывают детали. Ясно, что угроза исходила от людей, которые стремились его убить, но здесь сама смерть рассматривается как живой субъект, который словно пытается поймать и перетащить псалмопевца в свое царство. Ад, шоул, смерть, как будто использует веревки и сети в качестве оружия. Используя образ водоворота для обозначения хаоса, псалмопевец показывает, что боится быть захваченным этими потоками беззакония, связанной моральными переживаниями или ограниченной в передвижении веревками. В тесноте псалмопевец призвал Господа. Стих седьмой. Возможно, что указанные здесь цепи ада — это не просто описание сильных эмоциональных переживаний, когда человек, например, связан по рукам и ногам, но намек, возможно, на некого ханаанского бога Мота. Смерть. Мот равно смерть. Который, как полагают некоторые исследователи, словно тянул, как бы тянул за веревку людей к уничтожению. Смерть использовала воды хаоса, чтобы проглотить свою жертву. Но вне зависимости от того, как подходить к толкованию данных стихов или психологически, или мистически, в любом случае мы видим, что никто не может помочь псалмопевцу, кроме Бога. Господь услышал его из храма. За неопределенным словом синодального перевода «чертог» здесь стоит вполне определенное понятие «храм». Храм, как избранное Богом место, из которого он особым образом слышит молитвы. Этот храм имел колоссальное значение для древних евреев. Когда Соломон освящал храм, то просил Всевышнего, чтобы тот прислушался с неба к голосу всякой молитвы, любого израильтянина или даже иноплеменника, который будет воздевать руки в направлении храма. Цитирую. «Когда выйдет народ твой на войну против врага своего, путем которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Конечно, Соломон признавал, что даже само небо не может вместить Бога. Но поскольку имя его особым образом пребывает на избранном месте, поэтому он должен услышать с небес то, о чем просят на земле. При освящении храма Соломон просил, чтобы храм стал как раз тем местом, где согрешивший народ или любой из его представителей могут надеяться на прощение от Бога и, как следствие, на избавление от всех бедствий, которые были попущены Богом за грехи, если только, конечно, они исповедуют его имя и обратятся от греха своего. «Бог услышал молитву псалмопевца и бросился с небес, чтобы его спасти». В стихах 8-16 описываются признаки его явления. В преддверии его пришествия начинаются природные катаклизмы. Трясется земля, колеблются горы. Божий гнев описывается, как вулкан, который извергает дым, огонь и горячие угли. Выражение «подвиглись основания гор». С одной стороны, можно понимать в буквальном смысле как землетрясение, но в мистическом смысле это может быть намек на колебание врат преисподней. По пророчеству Исаии, когда окна с небесной высоты растворятся, тогда основания земли потрясутся. По смерти царя Вавилонского по Исаии ад преисподней пришел в движение. Образ Бога, приходящего на помощь. Верхом на облаке, темные облака у него под ногами, словно на грозовой тучи, напоминает изображение бури с громом и молниями. Используемые здесь, в стихах 7-15, язык и образы традиционно ассоциируются с воинственным богом Шторма в древней ближневосточной мифологии. Этот образ, как считают некоторые исследователи, был адаптирован и использован в ветхозаветной традиции для того, чтобы с благоговением и удивлением описать важнейшие события встречи Израиля с Господом, переход через Красное море и дарование закона на Синае. Этот же художественный образ находит свое оформление в стихах песни Девора, в некоторых разделах книги Аввакума и в отдельных гимнах Псалтыри. Бог словно использует природные катаклизмы в качестве своего рушия. Ранее Господь использовал град для помощи Иисусу на вину в битве против сил Южного Ханаана. Большие камни, летящие с неба, как стрелы, тогда умертвили врагов более, чем мечи сынов Израилевых. Ныне Господь использует град и горящие угли для борьбы с врагами Псалмопевца. Херувимы по Ветхому Завету считались одними из самых могущественных ангельских сил. Херувим с огненным мечом был поставлен у входа в райский сад после того, как Адам и Ева были изгнаны. Херувимы сопровождали Бога, когда Он, осматривая Иерусалим, Его нечестие принимал решение покинуть храм по книге Иезакия. Херувимы словно являлись телохранителями Бога в Его небесной армии. Но теперь, по слову Псалмопевца, они сопровождают Бога в Его путешествии с небес на землю, служа Ему как бы лошадьми, на которых Он восседает словно на колеснице. От грозного глаза Господня появились потоки вод. Поскольку Бог утвердил землю на водах, выражения «открылись основания Вселенной» можно понимать как ссылку на всемирный потоп, когда разверзлись все источники великой бездны и окна небесные отворились. В переносном смысле потоки вод часто олицетворяли силы хаоса и зла. При появлении Бога силы зла словно начинают беспокоиться, бурлить. Но, как мы увидим дальше, Богу противостоять они не могут. Когда великолепное космическое изображение шествующего Бога на облаках небесных достигает своего апогея, сцена словно меняется. Удивительный в славе величий Бог спускается вниз, чтобы спасти своего слугу от врагов, которых он сам не в силах победить. Псалмопевец изображает себя утопающим в водовороте многих вод. Бог словно вытаскивает из глубины бурлящего моря и отводит на широкое просторное место, на котором ноги могут стоять крепко, а сама почва может напоминать пастбище. В богословии данного псалма с одной стороны раскрывает качество Бога-Содержителя, его величие и силу, которые мы никогда не сможем в полноте постичь. А с другой стороны, здесь, в этих стихах 17 и далее, его крайнее снисхождение к своему преданному рабу. Идея Ветхого Завета находит свое продолжение в Евангелии. Мы читаем в Евангелии от Луки «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога». Вот так характеризуется по Евангелию и псалмам промысел Божий о каждом человеке. Далее, автор псалма объясняет, почему Бог в нем нашел благоволение. Псалмопевец праведен, руки его не испачканы грехом. Он действовал честно в своих отношениях с Богом и с другими людьми. Он соблюдал Божий закон, не отступая от его уставов. Заповеди во второзаконии сопровождаются благословениями и проклятиями. Проклятие предназначено для тех, кто не слушается Бога, а благословение тем, кто ему подчиняется. Поскольку псалмопевец повиновался Богу и остерегался, чтобы даже не согрешить. Он по праву принимает благословения, которые включат в себя освобождение от врагов. По книге второзакония «Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». В стихах 25-27 утверждается некий принцип Божьей справедливости. Он верен тому, кто верен ему. С мужем честным, неповрежденным, совершенным, он поступает под честность его. Все три положительных категории искреннего мужа, которые здесь перечисляются, чистота, отсутствие физического дефекта или иначе непорочность, набожность или иначе святость, имеют не только духовную, но и культовую окраску в контексте Ветхозаветного храма. Трем положительным категориям, которые привлекают Божью милость, противостоят два отрицательных качества, которые навлекают Божий гнев. С плутом, у которого буквально переплетаются. Плут в исходный термин означает переплетение. У него переплетаются правда и ложь. И человеком надменным, то есть тот, кто превозносится, возвышается над другими людьми, Господь поступит по их коварству и высокомерию. Псалом сотый поясняет нам, что карой Божией будет не удар по здоровью или общественной репутации, а изгнание грешника от лица присутствия Божия. Тайна, кревещущего на ближнего своего, изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю, говорит Господь. Путеводной звездой для автора Псалма единственным источником света в темном месте, где он находится, является Бог. Тьма, которая его окружает, является его врагом. Но Бог поддерживает масло в горящей лампаде, чтобы он мог видеть, куда идти, имея светильником перед собою самого Бога. Легко даются победы над армиями противника и преодолеваются барьеры. Помощь, оказанная Богом, вдохновляет псалмопевца превозносить его, что мы видим в 31-37 стихах. В месте обитания Израиля было множество ложных богов, но псалмопевец понимает, что на самом деле существует только один единственный Бог, Господь, Ягва. Только Он может быть твердой опорой, как скала, служить щитом для отражения нападения врагов. Бог словно окружает силой. За словом «сила» мы можем угадывать понятие войска и дает непорочный путь, делает ноги быстрыми, как улани, а рукам дает силу согнуть медный лук. Только благодаря поддержке десницы Божьей воин может себя защитить. Успех псалмопевца, как воина, обусловлен Богом, а не Его собственными способностями. Благодаря поддержке Божией псалмопевец одержал верх над своими врагами. Свои военные успехи автор псалма облекает в стихах 38-43 в яркие краски. Враги бегут, обращая к нему свой тыл. Когда он их настигает, они падают ему в ноги. Он преследует их, пока не истребит. Никто не слышит воплей врага. Даже Господь не внемлет им. Используя два сравнения рассеивание как пыль и втаптывание в грязь, автор подчеркивает свое полное доминирование над врагами. Описанное выше победа над врагами это не заслуга псалмопевца, а дело Божие. Стих 44 Ты избавил меня. Гимн, прославляющий Бога как защитника и покорителя народов 47-49 стихи перечисляет три категории противников. Народы, бунтовщики и неназванный по имени жестокий человек. Судя по надписанию псалма, под этим жестоким человеком можно подозревать Саула. А бунты могли быть связаны с восстанием Авесолома или Савея. Победа над народным мятежом дала автору статус главы нации. Более того, Бог покорил под ноги иноплеменников, которые отныне повинуются, заискивают, бледнеют и трепещут в своих укреплениях. Радостный крик из 47-го стиха. «Жив Господь» подводит философский итог всему псалму. Опыт общения псалмопевца с живым Богом противоставляется тому глупцу, который, бродя по лабиринтам разума, дошел до интеллектуального отрицания его существования. Сказал безумец в сердце своем «нет Бога». В последних стихах псалма 50-51 автор обозначается как царь, помазанник. Слово помазанник Машиих буквально мессия Давид. Бог пообещал Давиду, что не отнимет милости своей от его потомков, как он отнял свою милость от Саула. Дом Давида будет непоколеблен и престол его устроит вовеки. Победа, описанная в данном псалме, может служить доказательством неизменности того завета, который был заключен между Богом и Давидом. В псалме 18-м царь выражает свою благодарность Богу за то, что тот спас его от врагов посредством военной победы. В 17-м псалме может быть найден и аскетический смысл. В аскетических толкованиях святых отцов данный псалм служит примером благодарственной молитвы, за избавление от духовных врагов, демонских ухищрений и бесовских помыслов. После слов «Облекитесь во всеоружие Божие» апостол Павел обозначил, что главным врагом для христиан являются козни дьявольские. «Наша брань», пишет он в послании к Ефесинам, «не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов зловы поднебесной». По всей видимости, апостол Павел был хорошо знаком с 17-м псалмом, поскольку его слова «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и петь имени Твоему» являются прямой цитатой из данного псалма, стих 50-й. При этом апостол указывает, что как для евреев, так и для язычников Иисус Христос сделался служителем, чтобы те и другие вместе с радостью прославляли Господа». С точки зрения Нового Завета данный псалом имеет мессианское значение, поскольку освобождение помазанника Божия от уз смерти находит более глубокий смысл в освобождении от смерти самого Иисуса Христа. Иисуса Христа, потомка Давида, также опутывали сети смерти, но Бог воздал ему по его праведности восседание Бога на облачной колеснице с херувимами из данного псалма очень похоже на описание Сына Человеческого, второе пришествие которого будет на облаках небесных силой и славой великой. Несколько акцентов, которые хотелось сделать в рассмотрении Даванного псалма. Я их поговорил поспешно, а сейчас еще раз повторно подчеркну. Первое. Как ни крути, но мы не можем не согласиться с современными исследователями о том, что этот очень древний псалом очень архаичный по своему языку, имеет параллели с ближневосточной литературой. Не только с амарнскими писемами, но в первую очередь с литературой из Угарита, где за образом грома, за образом того самого бога, который мещет эти огненные стрелы, обозначается Ваал. но художественные образы, перетекающие в данный псалом, приобретают совершенно иную интерпретацию. Вместо ханаанского Ваала на облаках сидит Господь Всережитель. И никто не равен ему. Он не стоит по этому псалму в сонме других богов. Он выше и больше всего остального. Итак, есть параллели с ближневосточной литературой, от которых мы никуда не убежим. Заимствование из этого языка художественных образов мировых катаклизмов. Но образ смерти, который приобретает двоякое значение. С одной стороны, воды беззакония это народные мятежи, бунты, стихии мира, которые колеблют основания человеческого общества. А с другой стороны, это те самые предсмертные дыхания врат адовых, которые готовы пролотить человека, находят духовную интерпретацию в Новом Завете и соответствующих аскетических сочинениях. И, наконец, третья идея, которую я хотел бы еще раз подчеркнуть, заключается в том, что в данном псалме мы видим, что уже в Ветхом Завете прорисовывается образ грандиозного величественного Творца, который умаляет себя до снисхождения к своему слуге. И в этом случае не столько важна сама роль царя и его достоинства, сколько роль слуги, помазанника, избранника, того единственного, которого Господь среди тысяч и миллионов других людей обнаруживает, слышит, к нему не сходит, его за руки вытягивает из бушующего моря и поставляет на места пространные, злачные, многоплодные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok